Красная армия достойно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти. Роль Сталина в создании СССР. Гавшин Борис Борис Николаевич, заместитель главного редактора газеты «Народная правда». Приготовиться Дикторев. Товарищи, мой доклад – роль Сталина в создании СССР. Каждый день самая большая в мире страна просыпалась с его именем на устах. Каждый день его имя звучало по радио, гремело, в песнях смотрели на страницах всех газет. Это имя – величайшая награда, присваивали заводам, колхозам, улицам и городам. С его именем шли на смерть солдаты. Сталинград во время войны истекал кровью, земля превращалась в коросту. Начиналось начиненное снарядами. Но город стоял. Вероятно, в истории России нет более известного человека, чем имя Иосифа Иосифовича Сталина. И одновременно нет другой персоны, у которой бы было сложено столько лживых историй. Нет политика, которым бы присваивали столько несказанных им слов и фраз. Нет государства, деятеля которого бы обвиняли в своих злодеяниях, которые он не совершал. 19-21 года. Газета «Правда» выходит в статье «Сталин. Наши разногласия». 3 апреля 1922 года. Пленум Центрального комитета партии по предложению Ленина избрал генеральным секретарем ЦК товарища Сталина, который мог бы заниматься секретарской работой. Подбор кадров, изучение рутинной задачи, и Ленин выдвигает на нее именно Сталина, того, кто готов выполнять любое партийное поручение. На пост генсека Сталин сумел правильно расставить партийные кадры, что потом ему очень поможет во внутрипартийной борьбе. Имя Сталина принадлежит значительной доле заслуги в деле создания, а вернее говоря, воссоздания единой страны 30 декабря 1922 года на Первом Всесоюзном съезде Советов. По предложению Ленина и Сталина было принято историческое решение о создании Союза Советских Социалистических Республик. Надо сказать, что именно в деле создания СССР впервые произошло разногласие между двумя вождями. Дело было в принципе в формировании страны. Ленин предлагал союз равных республик, которые могли бы отделяться, что, собственно говоря, и произошло в 1991 году. Сталин предлагал проект унитарного государства, в котором другие республики – Украина, Белоруссия, Закавказский регион – просто входили в состав РСФСР на правах автономии и не имели никакого права на выход. На заседании комиссии 23 и 24 сентября 1922 года под председательством Молотова принимается сталинский проект. Но тут вмешался Ленин. Он встречается в горках со Сталиным и убеждает его изменить свой проект, настаивая на том, что Россия была равноправной по отношению к остальным республикам, чтобы вместе и наравне с ними войти в новый союз. Хотя Сталин и назвал эту идею национальным либерализмом, проект он переработал с учетом всех высказанных Лениным пожеланий. В итоге был принят ленинский вариант и 30 декабря 1922 года состоялся исторический съезд Советов, на котором было создано уникальное государственное образование, не имеющее аналогов мировой истории СССР. Доклад по основному вопросу на нем делал Сталин. В апреле 1923 года состоялся 12-й съезд партии. Это был первый съезд после победы Октябрьской социалистической революции, на котором Ленин по болезни не присутствовал. Разгорелась борьба за главенство в партии, которая на самом деле была борьбой за пути развития страны. Главным противником был Троцкий, являющийся по сути прямым представителем мировой банкирской закулисы в руководстве СССР. Основной смысл противостояния между Сталином и Троцким заключалась в подходах к развитию России. Сталин говорил, что необходимо строить социализм в одной отдельно взятой стране. Троцкий о необходимости мировой революции. По мнению Троцкого, социализм в одной отсталой России построить невозможно, и поэтому нужно ее использовать в качестве запала и дров для мирового революционного пожара. Речь по существу шла о том, в чьих интересах будет строиться Советская Россия. Народов в интересах народов или мировых банкиров, владельцев ФРС, английских банков и тому подобное. По мнению Сталина, нужно строить заводы, дороги, детские сады и всячески развивать страну. А по мнению Троцкого, все это бессмысленно и не нужно. Сталин и его команда хотели создавать новую промышленность, чтобы иметь возможность независимой политики от мировых центров силы. И он блестяще исполнил уже в СССР. Если говорить сейчас о союзном государстве, которое создано после контрреволюции 1991 года, Россия, Белоруссия, с 1996 года, 23 года. Но мы понимаем, надо оценивать то, что хотя бы создано союзное государство между двумя бывшими братскими республиками. Но если буржуазное государство, нет единого высшего должностного лица исполнительной власти, нет парламента, нет единого языка, нет единой валюты и нет единой столицы. Сейчас намерение высказать, что к декабрю может быть Санкт-Петербург, родина Путина и любимый город Лукашенко, может быть, будет столица Санкт-Петербурга. Но это намерение. И посмотреть, а что сделано было. Велотекущий характер. Но за 23 года. Ну, можно встретиться на площадках Санкт-Петербурга, Москвы. Можно сыграть в хоккей вместе с лидерами двух республик. В Сочи встретиться, можно на Валам съездить, там проговорить и опять наметить. Ну, это ж 23 года. А какая насыщенность была во времена товарища Сталина, когда была поставлена задача им объединить бывшую страну, которая распалась после революции, вот 22 год, 11 августа, Центральным комитетом партии создана комиссия во главе со Сталином для подготовки к пленуму ЦК РКПБ, вопрос о взаимодействии между РСФСР, УСР, БСР и Закавказской Федерацией. 23-24 сентября Сталин участвует в работах комиссии ЦК РКПБ по вопросу о взаимодействиях между РСФСР, УСР, БСР и Закавказской Федерацией. 27 сентября Сталин беседует с Лениным по вопросу об объединении советских республик в союзное государство. 26 октября Сталин выступает на пленуме ЦК РКПБ с докладом о взаимодействиях между РСФСР, УСР, БСР и Закавказской Федерацией. Пленум назначил комиссию во главе со Сталином для руководства подготовительной работы по объединению советских республик в единое союзное государство. 16 октября Сталин сообщает Центральному комитету Компартии Грузии решение пленума ЦК РКПБ о сохранении Закавказской Федерации и объединении ее СРСФСР, Украинской и Белорусской Республики, в союз советских социалистических республик. 18 ноября беседует Сталин с корреспондентом «Правды» по вопросу объединения независимых национальных республик, опубликованного в газете «Правды» номер 261. 21-28 ноября. Одна минута. Но я в одну минуту не уложусь, тут же важно, чтобы насыщенность понимать, если поставлена задача, как плотно надо решать. Поэтому попрошу, если можно, продлить. Да, спасибо. О, Виктор Акадьевич, только вы можете. Комиссия Пленова ЦК РКП под руководством Сталина разрабатывает основные пункты Конституции Советского Союза. 30 ноября Сталин выступает на заседании Политбюро с докладом о Союзе Республик. Политбюро и утверждает по докладу Сталина основные пункты Конституции Союза Советских Социалистических Республик. Между 5 и 6 декабря Сталин пишет проект «Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик». 16 декабря комиссия Пленум ЦК РКПБ под председательством Сталина принимает проект «Договор об образовании СССР». Проект договора, представленный был Сталином. 18 декабря Сталин выступает на Пленуме ЦК РКПБ с докладом о проекте союзного договора между Советскими Республиками. Пленум назначает комиссию во главе со Сталином для подготовки первого съезда Советов СССР. 20 декабря Сталин руководит заседанием комиссии по подготовке съезда Советов СССР. 23-27 декабря Сталин участвует в работах 10-го Всероссийского Съезда Советов. 23 декабря 10-й Всероссийский Съезд Советов избирает Сталина в президиум. 26 декабря Сталин выступает на 10-м Всероссийском Съезде Советов с докладом об объединении Советских Республик. Сталин в этот же день выступает на заседании коммунистической фракции 10-го Всероссийского Съезда Советов по вопросу СССР. 27 декабря 10-й Всероссийский Съезд Советов избирает Сталина членом в ЦИК и делегатом от РСФСР на первый съезд Советов. 28 декабря 1-я серия в ЦИК 10-го Созыва избирает Сталина членом президиума в ЦИК и утверждает народным комиссаром по делам национальности. 29 декабря Сталин выступает на конференции полномоченных делегаций РСФСР, УССР, Закавказских и Белорусской СССР сообщением о порядке работы 1-го съезда Советов СССР. Конференция поручает Сталину выступить на съезде с докладом об образовании СССР. 30 декабря 1-й Съезд Советов избирает Сталина в президиум съезда. 30 декабря Сталин выступает на первом съезде Советов СССР с докладом об образовании СССР. Съезд избирает Сталина членом ЦИК. Сталин выступает с речью на создании первой сессии ЦИК СССР первого созыва и избирается в президиум ЦИК. Можно представить, какая насыщенность 5 месяцев потребовалась для того, чтобы объединить уже независимые государства в единую страну. Блестяще! Центральный исполнительный комитет СССР, торжественно провозглашая незыблемость основ советской власти во исполнении и постановления первого съезда СССР, а также на основании договора об образовании СССР принятым первым съездом Советов СССР в городе Москве 30 декабря 2022 года. И принимая во внимание поправки и изменения, предложенные ЦИК ССР, постановляет декларацию об образовании СССР и договор об образовании СССР составляет основной закон Конституция СССР. Республик. А Конституцию уже приняли в 2024 году. Ну, давайте, последняя минута. Тогда давайте, последняя минута. Переходите к выводам, пожалуйста. Надо сказать, что главный лозунг был, который прозвучал впервые Карла Марса и Фридрихом Энгельсом в 1847 году. В качестве девиза Союза Коммунистов. Этим призывом и был манифест Коммунистической партии, который начал историю пролетарии всех стран «Соединяйтесь». Пролетарии всех стран «Соединяйтесь» было на всех языках, всех наших республиках, включая их местные языки и русский язык. Сейчас, в наше время, я вот был 9 июня, делегатом пригласили Союз офицеров СССР. Ну, дело хорошее. Граждан СССР, съезд граждан СССР. Измайловский крупный центр, громадный зал, в несколько раз больше нашего. Вы уже отвлекаетесь этим. И вот Татьяна Хабарова, профессор, ведет не туда, что СССР жив, СССР никуда не делся. Действует Конституция и уводит громадную массу, не только которой в зале, а вообще уводит не туда. Поэтому, конечно, надо признать, что вот та работа, которая проделана товарищем Сталином, она высочайший носит уровень. И рабочему классу России надо, в первую очередь, опираться на университеты, которые созданы фондом рабочей академии, на рабочую партию России. И тогда мы плотно сблизимся в кратчайшие сроки не только с Россией и Белоруссией, но и со всеми бывшими республиками нашей большой страны. Спасибо за внимание. Со 140-летием, со дня рождения Сталина. Субтитры создавал DimaTorzok